Привет, просветители. Да, иногда они возвращаются. Это я о героях своих старых роликов. То фанаты Берегинь голос подадут, то Виталий Милонов с очередным законопроектом прогремит. Хотя он теперь все больше шоу на ютубе устраивает. И как это часто бывает, продолжение оказывается хуже оригинала. И милый и забавный трэшачок превращается в натуральную трэшанину. Как и в этот раз. Пару лет назад я рассказывал о веселой инициативе одного депутата, который предлагал школьникам на уроках о вреде мата рассказывать. Рвущиеся гены, корежащиеся хромосомы. Или там наоборот было. Но посмеялись и хватит. И вам и мне было понятно, что подобный псевдонаучный бред никто никогда серьезно в школах обсуждать не будет. Ну, храм знаний, адекватность. Вот в библиотеке другое дело. Приблизительно в это же время библиотекарь прочитала школьникам лекции о режиме самоуничтожения. Да, опять же из-за нецензурной брани. Но это библиотека и единичный случай. В общем, всякое бывает. На что не пойдешь, Ари, светлого будущего без мата? И вот в этом мае я сначала получаю письмо с фотографиями от такого содержания. Ученикам целую презентацию показали. Ну, чтоб лучше дошло. Через пару дней приходит уже видео. Из другой школы. Урок литературы восьмой класс. Та ж презентация. Гены, чебурашки, хромосомы, самоуничтожение. Я опубликовал фотографии в телеграме и поделился, скажем так, удивлением. Подписывайтесь на мой телеграм, там такого удивления очень много. Отборная трешанина. И тут со мной уже учитель связался, который сам наблюдал ту же самую презентацию на открытом уроке у коллеги. Зло распространяется. Когда учитель использует какой-то материал на уроке, далеко не всегда это его творчество. Вас обманывали. Достаточно часто одни и те же методические разработки используют и педагог из Калининграда, и из Хабаровска. Самостоятельно создавать презентацию каждому уроку порой физически невозможно. И вот тут на помощь приходят сайты, на которых учителя делятся своими наработками. Презентации, планы, методички, рвущиеся гены. Недавно в телеграме я опубликовал фотографию итоговой контрольной по математике вот с такой задачей. Маша потратила прочитал 120 рублей, что составляет три пятых всех имеющихся денег. Сколько страниц в книге? Именно этот вариант уже пару лет можно скачать на сайте для учителей, что некоторые преподаватели математики и делают. О, готовая контрольная, скачивай немного, наверное, все нормально. Нет. И каждую весну всплывает очередной класс с подобной задачей под звездочкой. Это не ошибка, я вас просто проверял. По активности распространения бреда про хромосомы по школам я понял, что, похоже, презентация про радиоактивный мат попала на один из подобных ресурсов. Я не ошибся. Захожу, лежит себе родимая. Даже в нескольких вариантах. Только оформление отличается, содержание то же самое. Скачивай не хочу. Вот я и скачал. И сегодня у нас будет уникальная возможность прям по пунктам проследить, что же вбивали этой весной школьникам в головы на уроках литературы. Ну или во время классного часа. Тут уж все от учителя зависит. Дефицит IT-специалистов только в России достигает полутора миллионов человек. А поддержка IT-отрасли правительством еще сильнее ускорит рост этой сферы. Это реальность нового цифрового века, который только начинается. И если вы готовы нырнуть в мир IT и начать зарабатывать, не обязательно тратить пять лет и идти в универ, который за тебя выбрали родители. Вместо этого можно присмотреться к профессии тестировщика от онлайн-школы Skill Factory. Кто это и чем он занимается? Задача тестировщика пройти путь обычного пользователя приложения или сайта. И найти сценарий, при котором продукт начинает работать неправильно. Описать эту ситуацию и передать задачу в доработку. Почему именно тестировщик? Во-первых, профессия тестировщика считается оптимальной точкой входа в IT-индустрию. Так как для старта достаточно быть обычным пользователем ПК. Во-вторых, средняя зарплата в этой профессии 120 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. Ну и в-третьих, уже через 4 месяца после начала обучения, ты сможешь начать искать свою первую работу ручным тестировщиком, тем самым окупив курс с первой зарплаты. Онлайн-школа Skill Factory специализируется именно на технических профессиях. Обучение здесь на 80% состоит из практики. На всех этапах учебы вас будут поддерживать опытные менторы. Учиться можно из любой точки мира и в любое время. А карьерный центр Skill Factory поможет в составлении резюме и поиске первой работы. Ну и вишенка на торте, масса положительных отзывов на независимых площадках. Специально для моих подписчиков действует скидка 45% по промокоду ОСТАПОВ. Переходите по ссылке в описании и начинайте свой путь в IT. Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться. Если вам рифма не нравится, то есть еще вот такой вариант. О вреде сквернословия. Дизайн другой, а мракобесие все тоже. Можете мне поверить. Скверно, мерзость, гадость, пакость, все противное, отвратительное, гнусное, нечистота, грязь и гниль, тление, мертвичина, извержение, смрад, вонь, нравственное растление, все богопротивное. Обязательно именно слово богопротивное нужно было жирным шрифтом выделить. Ну, чтобы точно эффекта добиться в школе, которая отделена от церкви. Мистические корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к языческим божествам. Таким образом, так называемый маг является языком общения с демонами. Наши предки произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы со здоровьем и, наконец, ломается сама жизнь. Не хватает уточнений, что, так думаю, до сих пор не самые образованные люди. Преподаватели, которые включают это школьникам на уроки, надеюсь, не верят, что мат действительно проблемы со здоровьем вызывает. Конечно, верят. В народном сознании окоренилось. Бронить детей нельзя матом, они будут мучены бесами. Материться в доме нельзя, бесы будут жить в этом жилище. Нельзя было ругаться в лесу, леший может обидеться. На берегу реки или озера оскорбиться водяной. Я водяной. Окей, наши предки много думали о демонах. Отлично. Но сейчас на дворе 21 век. Это же просто была такая историческая вставка. Ага, конечно. В медицинской практике существуют на первый взгляд непонятные явления. Порой при полной парализации речи, когда человек вообще не может выговорить ни одного слова, он тем не менее свободно произносит целые фразы, состоящие из непечатной брани. Явление действительно странное, но отнюдь не редкое. И врачи, и священнослужители в этом вопросе единодушны. Получается, что бранные слова проходят путь от мозга к органам речи совершенно по другим нервным цепочкам, чем все остальные, что подтверждает связь вернословия с демоническим происхождением. Понимаете, нецензурные выражения проходят по другим нервным цепочкам. Эт раз. И это говорит о демоническом происхождении мата. Эт два. Дети все это слушают в общеобразовательной школе. Эт три. Зато теперь становится понятно, зачем мы про демонов вспоминали. Тут священнослужители с врачами в один голос. Теперь мат используется для повышения эмоциональности речи, эмоциональной разрядки, оскорбления, унижения, демонстрации агрессии, демонстрации отсутствия страха, демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе запретов, демонстрации принадлежности к своим. Скореннословят ли в наше училище? В ваше училище? Не знаю. Подходишь к стене и начинаешь. Но когда я вижу такую расстановку знаков припинания, мне тоже парочку демонов вызвать хочется. Мат опасен для здоровья, способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, создает иллюзию вседозволенности, обворовывает духовно, унижает, оскорбляет, калечит людские судьбы, приводит к раннему старению и преждевременной смерти. Вот оно что! Вы думаете, почему я долгое время моложе своих лет выглядел? Я просто не матерился. А вот в этом году без мата, как говорится, никуда. И сразу же результат налицо. 17-летнее исследование группы доктора биологических наук Ивана Борисовича Белявского увенчалось настоящим открытием. Ученым удалось доказать, что каждое произнесенное нами слово очень отчетливо влияет на наши гены. Отлично. Только вот я не восьмиклассник и просто фразы «ученый Петров заявил» мне недостаточно. Где учился Белявский, тема его диссертации. Увы, интернет знает об Иване Борисовиче практически только то, что сказано в этой презентации. И я даже знаю почему. По свидетельству очевидцев, диссертация на эту тему, защищенная соискателем еще в советские времена, слушалась ученым советом при закрытых дверях. В ней с математической точностью доказывалась неприемлемая по тем временам истина. Не только человек обладает какой-то загадочной энергетикой, но и каждое его слово также несет свой собственный энергетический заряд. Следовательно, результаты воздействия слов на наши гены более чем интересны. Ведь речь идет о продлении молодости или наоборот, и о сроках жизни. А как выяснилось в последующие годы, еще и о судьбе. Ну, теперь-то понятно, почему про ученого даже интернет не знает. От нас пытаются скрыть правду. Подозрительно. Было доказано, что каждое слово несет энергетический заряд и воздействует на наши гены, либо продлевая молодость, либо приближая старость. Оказывается, разные слова по-разному заряжены. Причем зарядов может быть только два – положительный и отрицательный. Любая матершина идет со знаком минус. Исследования показали, что у матершинников очень быстро проявляются возрастные изменения на клеточном уровне, которые ведут ко всевозможным болезням. Одним словом, мат способствует быстрому старению. Не, мои гены после этой презентации точно постарели. В Институте проблем управления РАН кандидат биологических наук Петр Петрович Горяев, автор новой науки «Волновая генетика» и кандидат технических наук Георгий Георгиевич Тертышный занимаются изучением влияния слов на человека. О, а вот еще ученые подъехали. Ну, реальность Горяева хотя бы не вызывает сомнений. Петр Петрович Горяев – российский деятель псевдонауки, создатель псевдонаучной концепции волнового генома. Идеи Горяева о волновом геноме активно используются шарлатанами, наживающимися на людях с серьезными заболеваниями. Как заявлено на его сайте «Институт лингвистика и волновой генетики», Горяев защитил докторскую диссертацию МГТУ имени Баумана по линии в МАК. Документ «Диплом доктора биологических наук», выданный не высшей аттестационной комиссией России, а не государственной организацией высшая межакадемическая аттестационная комиссия, которая не имеет права присваивать научную степень, является фальшивым дипломом и не дает права его владельцу именовать себя доктором наук. Вопреки его утверждениям, Горяев никогда не работал в отделе теоретических проблем РАН, поскольку в РАН нет такого отдела. Также не существует лаборатория волновой генетики в Институте проблем управления РАН, в которой Горяев якобы работал. Чтобы получить эту закрытую информацию, достаточно просто вбить фамилию академика в РАН в Яндексе. И усё. Уважаемые, нет, в данном случае неуважаемые коллеги, вы перед тем, как подобную ахинею детям в головы вбивать, хоть небольшой проверкой фактов, озадачились, ну знаете так, минимальной. Или, о, презентация, тащу на урок. Научным сообществом идеи Горяева признаны лженаучными и противоречащими здравому смыслу. Противоречит здравому смыслу. Ну, значит, восьмиклассникам подойдёт. Внимание, это Википедия. Самый поверхностный план. Если есть желание, переходите по ссылкам и всё подробненько читаете. Но хоть минимальная проверка должна присутствовать, прежде чем мозги школьникам пудрить. Но с благой целью. В рассуждениях Горяева генетики нет. Ни обычной, ни волновой. Поскольку никаких конкретных сведений о генах в ней не содержится. Нет в ней ничего конкретного и доказанного о тонкой структуре генома. И о том, как эта структура конкретно работает в случае формирования определённого признака. Зато хватает псевдонаучной зауми. Знаковая структура жидкокристаллических топологий хромосомного континуума, как система преобразования эндогенных полей организма, а также внешних по отношению к нему излучений, должна быть шире и составлять некий языковой плюрализм. Своего рода многомерное семантическое пространство, свойственное каждому генотипу. Ещё одно доказательство. Побольше непонятных терминов. И сердобольные тётеньки и дяденьки признают в вас эксперта. Вы же за добро выступаете. Понимаете, когда человек матерится, происходит так называемый генный ураган. Гены начинают хаотично двигаться и дальше просто графиков побольше накидай сверху и всё нормально. Люди схавают. На слайде ещё и про Георгия Георгиевича Тертышного сказано. Что про него известно, ни... Мы здесь демонов не вызываем. Но он получил почётный знак за разработку технологии волнового переноса информации между живыми и неживыми объектами. Серьёзный специалист. Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. Они, как известно, влияют на молекулы ДНК. Учёные обнаружили, что когда человек ругается, то его хромосомы корёжатся и гнутся, гены меняются местами. В результате ДНК начинает вырабатывать противоестественные программы. Показывать подобные презентации школьникам на уроке. Противоестественные программы. Не убивайте матом хромосому. И так постепенно потомству передаётся программа самоликвидации. Учёные зафиксировали, что бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный тому, что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген. Авторы этой презентации про облучение, что ли, почитали бы? Если бы всё так работало, никто бы матом не ругался. Все б умерли. Что за бред? Физика, химия, литература в восьмом классе. А вот я с своими учениками в восьмом классе капитанскую дочку разбирал. Известный психофизиолог, врач, член Всемирной экологической академии Леонид Китаев-Смык утверждает, что злоупотребление матом медленно, но верно ведёт к гормональным нарушениям. Особенно у женщин. Косметологи заметили, что те их клиентки, которые не могут жить без мата, больше других страдают от повышенной волосатости конечностей. У них более низкий голос. Дело в том, что мат способствует выработке мужских половых гормонов. Так, срочно. Требуются женщины для участия в научном эксперименте. Дамы, вам придётся очень много материться. Эксперименты с водой. Под действием звука, в том числе и человеческой речи, молекулы воды, а наше тело состоит примерно на 80% из неё, начинают выстраиваться в сложные скульптуры. И в зависимости от ритма и смысловой нагрузки, эти структуры могут лечить или наоборот отравлять организм. Масару Эмото. В 20 веке японский учёный Масару Эмото с помощью новейшего оборудования смог заморозить и сфотографировать воду под микроскопом. Что мы найдём, если будем искать информацию об этом светиле науке? Я думаю, вы уже догадались. То, что он разглядел на молекулярном уровне, его поразило. На фото представили в основном кристаллы разной формы и чёткости, с виду очень похожие на снежинки. Посмотрите, как слова и мысли влияют на воду. Очень любопытное исследование, если взять во внимание тот факт, что человеческий организм на 80% состоит из воды, а мозг на 90%. Вы только вообразите, если мысли и слова могут делать такое с водой, что же они способны сотворить с человеком? А можно я не буду представлять? Сквернословие – это вирус. Не только религия и эзотерика, но и научные исследования доказали вредоносное воздействие сквернословия на самого говорящего и окружающих. Как вид информации, бранные слова негативно отражаются на здоровье человека, изменяя его сознание и даже генетику, наследственность, укорачивая жизнь и притягивая болезни. Таким образом было доказано, что в скверном слове таится огромная разрушительная сила. Если бы человек мог видеть, какой мощный отрицательный заряд, словно ударная волна взорвавшейся бомбы, распространяется во все стороны от скверного слова, он никогда не произнёс бы его. Понимаете, не только религия и эзотерика, но и ещё толпа шарлатанов. Почему про шарлатанов от мира науки всегда забываю? Научно подтверждено, сквернословие – волновая генетическая программа, влияющая на живой организм, приводит к стрессам, болезням, раннему старению и преждевременной смерти, способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, создавая иллюзию вседозвольности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет, калечит людские судьбы. Отсутствие критического мышления, минимальных знаний по биологии и химии и базовых навыков проверки информации калечит ничуть не меньше. Ну, то есть это реально опасно. Потому что вы можете стать учителем, который на серьёзных щах всё это будет ученикам задвигать. Вывод. Проблема сквернословия на самом деле существует. Она актуальна и вовсе не безобидна. Если мы хотим сохранить нашу нацию, борьба за чистоту русского языка должна стать делом каждого. Куда записаться? Я уже готов. У того, кто сквернословит, есть два пути. Первый, зная, что это плохо, продолжать нецензурно выражаться, тем самым включить программу самоуничтожения. Второй путь – путь духовного роста, самосовершенствование – путь красоты. А ты уже включил программу самоуничтожения. Вот такое большое спасибо. Да. Что же вынесет ученик после подобного урока? Боюсь, без мата здесь не обойтись. Все, гены скукожились. Подобные презентации показывают в школах вашим детям. Живите с этим. Друзья, если вы пребываете в таком же шоковом состоянии, то обязательно поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на мой телеграм. Там подобного добра еще очень и очень много. А я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok